Стулом били мне по голове. Ольга Руслана подошла, били, по губам била и с ногой попал сюда. С ноги она тебя била? Да. Воспитательница? Да. Именно это видео уже облетело многие региональные СМИ. Восьмилетний мальчик рассказывает о своих буднях в приюте «Солнышко». Это в поселке Тимешбекский. Судя по сказанному, приют больше похож на застенки гестапо. Там бьют, мучают, связывают, пичкают неизвестными медикаментами. Все мне сдавала, она лекарства. Я спала три дня. А вот и сам поселок Тимешбекский, где находится тот самый приют. Здесь все, конечно, слышали о громком происшествии. Но вот большинство жителей уверены, что ничего подобного в «Солнышке» произойти не могло. Слишком хорошо здесь знают воспитатели и преподаватели. Все это ерунда. Все это построили, все это подделали, все это дали. Не верят в жестокий сценарий бывшие работники приюта. Я когда-то работала в приюте тоже. Работала за вхозом. Такого сроду не было. Таблетки строго по рецепту и выдает медик воспитателям. А чтоб уколы воспитателей кололи, такого вообще никогда не было. И быть не может. Но так или иначе, Следственный комитет обязан провести проверку по поводу видеозаписи. Преступления, которые касаются детей, на особом контроле у следователей. Сейчас в детском приюте работают следователи во главе с руководителем Новоалександровского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю для установления на месте всех обстоятельств произошедшего. После проведения неотложных проверочных мероприятий будет принято процессальное решение. Ждут итогов проверки и в самом приюте. Пока что здесь ситуацию не комментируют. По предварительным данным, мальчик, который на видео столь ярко описывает пытки, следователям так и не смог повторить сказанное. По слухам, мать ребенка, которая предположительно сидит рядом с ним на записи, захотела таким образом свести личные счеты с кем-то из сотрудников учреждения. И вернуть себе родительские права. Так ли это, в любом случае предстоит выяснять следователям. Если информация подтвердится, то вполне возможно, что расследование начнут уже в отношении слишком предприимчивой родительницы. Вадим Аскаленко, Юрий Угрюмов, Ставропольское телевидение из Новоалександровского района.